Ростелеком взяли в разработку Ростелеком взяли в разработку Оператор покупает долю в производителе оборудования для закона Яровой 3. Газета Коммерсант номер 61 от 8 апреля 2019 года, строение 9 Как стало известно твердый знак, Ростелеком войдет в альянс с Ростехом и КС Холдингом для производства систем хранения данных, СХД, для реализации закона Яровой В рамках сделки оператор выкупит долю и КС Холдинга в контролируемой Ростехом компании Национальные технологии По мнению экспертов, Ростелеком может взять на себя обслуживание и продажи СХД другим операторам Ростех, Ростелеком и КС Холдинг Антона Черепенникова создают альянс для разработки систем сбора и хранения данных для исполнения закона Яровой, сообщили твердый знак в КС Холдинге В ходе сделки Ростелеком через подконтрольный ему центр хранения данных войдет в капитал компании Национальные технологии, выкупив 49% долей из структуры КС Холдинга, Цитадели и КНС Групп Ходатайство одобрено Федеральной антимонопольной службой 29 марта, следует из решения, с которым ознакомился твердый знак В Ростелекоме подтвердили информацию о сделке, ее сумму стороны не раскрывают Владельцам 51% национальных технологий останется Ростех, контролирующая эту долю через концерн-автоматика В Ростехе уточнили, что основная роль госкорпорации будет в разработке и обеспечении производственных мощностей ИКС Холдинг же становится технологическим партнером и участником Альянса для реализации совместных проектов, в частности, расширения линейки предприятия ООО «Национальные технологии» зарегистрировано в октябре 2017 года Компанию возглавляет бывший замглавы Национального центра информатизации, входит в Ростех, Константин Юнов Национальные технологии занимаются производством СХД-купол для закона Ировой У компании уже есть клиенты В мае 2018 года Мегафон закупил оборудование этой системы на 923,5 миллиона рублей, сообщали ведомости Выручка национальных технологий в 2018 году превысила 2,3 миллиарда рублей По данным Кадотка Датру Вряд ли Альянс имеет отношение к разработке оборудования Скорее вхождение Ростелекома в национальные технологии требуется, чтобы иметь более весомые основания на поставку оператору и его дочерним структурам систем Купол Полагает гендиректор производителя систем оперативно-розыскных мероприятий СОРМ Нарситранс Сергей Овчинников Кроме того, неясны параметры сотрудничества с ИКС-холдингом Выходя из компании, он перестает полностью отвечать за поддержку системы А в формате партнерства полный контроль разработок вряд ли возможен, рассуждает он Нарситранс поставляет оборудование для закона Яровой МТС и МГТС Которые в течение пяти лет закупят его на 50 миллиардов рублей, сообщал твердый знак 19 марта В рамках Альянса Растелеком может взять на себя функции развертывания, обслуживания и продажи технических решений и другим операторам Считает собеседник твердый знак на рынке связи При этом сумма сделки может быть в принципе не связанной с рыночной стоимостью актива Поскольку сами по себе национальные технологии не занимаются разработкой систем Этим всегда занималась входящая сейчас ВКС-холдинг Ядро Отмечает другой источник твердый знак В сентябре 2018 года твердый знак сообщал, что Ростелеком, Мегафон и МТС готовятся предоставлять услуги хранения данных для закона Яровой региональным операторам Если федеральные операторы начнут предоставлять услугу на аутсорсинге, это может сэкономить деньги небольшим компаниям, допускает гендиректор Ордеркома Дмитрий Галушка Но стоимость аренды хранилища у крупных операторов должна быть хотя бы в три раза ниже, чем покупка и установка собственного оборудования, указывает он В целом же создаваемый альянс вряд ли пойдет на пользу конкуренции, считает господин Галушка Юлия Тишина Юлия Тишина Юлия Тишина Юлия Тишина Продолжение следует...